Привет, с вами Егор Тверетинов и это программа «Дополнительное время». Сегодня я буду как следует обнюхан, ну а потом расскажу, какие упражнения нужно делать школьникам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начались уже родистые собаки. В 14 лет уже вышла на такой серьезный уровень в Аджелике. К 18 годам Аня уже точно знала, куда пойдет работать. И через месяц после совершеннолетия она пошла в школу в СИН. Теперь с четвероногими Аня практически круглые сутки. Разные отношения у меня к каждой своей собаке. Какая-то из моих собак для меня как ребенок, какая-то собака для меня напарник. Ну, наверное, как к рабочему инструменту относиться очень сложно, когда ты занимаешься спортом. Может быть, люди, которые просто ходят на службу, не занимаясь дополнительно чем-то со своими собаками, не живя с ними дома, возможно, и относятся как к рабочему инструменту, но я таких не знаю. Все все равно своих собак любят и переживают за них. Лучший друг и напарник – немецкая овчарка Финчер. У всех педологов практически дома есть собаки. Дома у меня живет списанный старый пес. Он тоже вот у меня две любимых собаки – он и вот Финч. То есть все немцы? Нет, у меня еще есть дворняжка Нагина из улицы. Отдам, обращайтесь. Это очень выгодный, это брать руки. Очень воспитанный пес, да. Все, я его привезла с учебного центра с Мордовии, мне было его очень жалко. Сейчас живет, ищу ему новые руки. Есть у меня вот такая чихуахуа. Это уже так чисто для души. А все остальное немцы. Но только собаками Аня не ограничилась. Всю жизнь я мечтала о лошади. Потом выросла и решила, чего мечтать. Из дуру купила себе коня. У меня валораной полутяж, полустые, счастливые. Работа Ани заключается не только в том, чтобы дрессировать питомцев и ждать сигнала на выезд. Выезды у нее регулярные. Я езжу каждый месяц, у меня свой куст колоний. Я езжу обследовать территорию, внутренние помещения на предмет выявления взрывчатых устройств. Ну, слава богу. Да. Пока все нормально. Но были и подъемы по тревоге. Если поступил звонок в какую-то колонию, которая под моим кустом, то, конечно, срываюсь. Вот тогда вечером так и произошло. Конечно, страшно. У меня собака хорошо работает, я ей доверяю. Но в любом случае я уже понимаю, что я еще не имитатор. Конечно, страшно. Я же живой человек. Ну и надо же самому убедиться в качестве работы четвероногих. Пока Финч отдыхает от интервью, на сцену выходят его коллега Скай и его хозяйка Полина. Итак, сейчас посмотрим, как наши сегодняшние шерстяные герои работают. Ищем наркотические вещества. Ну, в багаже, что ли. Вам слово. Теперь Скай должен найти имитатор наркотического средства у человека. Сейчас снова будет работать Скай. В рождении называется «Обыск человека». Ищем наркотические вещества. На собаку нельзя смотреть. Важно. Каждая собака работает по определенному профилю. Скай – поиск наркотических средств. А наш сегодняшний герой Финчер – поиск взрывчатых веществ. Сейчас будет выполняться упражнение «Обыск транспорта». Ищем имитатор и взрывчатых веществ. Как в машинах, так и в других местах. Местность обыщет царица. Если с одними отрабатываются рабочие навыки, а вот других сначала нужно научить просто слушаться. Ну, я о подрастающем поколении. Ну, конечно, как и в любой работе, есть трудные моменты. Тяжелые, когда собаки болеют, наверное. И людям, которые ездят на соревнования, конечно, это стресс. Но положительного, конечно, больше. Я на работу как на праздник иду. Потому что я знаю, что здесь собаки, которые меня ждут, они же радуются. Мне кажется, мы вообще счастливые люди, которые работают кинологами. Те, кто с душой относится к своей профессии. Таких немного, меньшинство, наверное. Но вот эти люди получают настоящее удовольствие. Во-первых, у нас всегда весело. Во-вторых, нет монотонной. Одно и то же не происходит, потому что ты работаешь с живыми созданиями. И постоянно то, что-нибудь смешное они сделают, или что-то там заболеют, лечить надо. Ты постоянно в разных ситуациях оказываешься. И после общения вот с такими людьми, понимаешь, каждому нужна собака. Собака нужна человеку, чтобы быть человеком. Начало нового учебного года. Это значит, что наши дети в ближайшие несколько месяцев проведут, сидя за партами, и будут носить тяжелые рюкзаки. И сегодня самое время поговорить о так называемых школьных болячках. Гриш, ну, какие основные школьные болячки есть у ваших детей? У детей школьные болячки являются основными. Это нарушение осанки, поскольку у них, они часто сидят за партами, малоподвижный, малоактивный образ жизни ведут. Еще одной из причин нарушения осанки бывает то, что дети просто быстро вырастают из своих парт. Соответственно, им приходится сильнее изгибаться, чтобы писать в тетради. Ну и, конечно, освещение. Не светит лампа, не видно, что в тетради сильнее наклон. Я помню, я когда в школе учился, у нас всегда сидели, что, ну, сидел как минимум балок, там, было на партах. Да, это верно. А сейчас бывает там... Бывает, сисели там, кто как, да. Плюс еще также очень часто бывает привычка ношения рюкзака либо каких-либо сумок с одной стороны, то есть на одно плечо. И тем самым тоже это усугубляет положение тела. Все это негативно сказывается на осанке. Мышцы перенапрягаются, и спина искривляется. Чтобы этого не происходило, нужно делать небольшую зарядку. В первом упражнении мы будем работать на область лопаток. На выдохе сгибаешь локоть, ведешь назад, а все внимание отдаешь области лопаток. Поехали. Выдох, собрала лопатки и обратно вдох. Расслабилась, потянулась вверх. Этим упражнением мы растягиваем и расслабляем мышцы грудного отдела спины. Соответственно, асимметричное напряжение, основная причина нарушения осанки, пропадает. Далее тянем поясничный отдел позвоночника. Посмотри вперед, прогни спинку. И на выдохе тянешь колено к колбу, а лоб к колену. Выдох, втягивая живот, выдох. И обратно вдох. Важно, чтобы ребенок почувствовал, как тянутся мышцы на пояснице. Если нет возможности ходить в зал, либо нет дома блока такого, можно выполнять какие-то упражнения из программы ЛФК, профилактического характера, дома. Ножки сейчас стягни в коленях. Упражнение будет на пресс. Включается косые мышцы пресса. Руки за голову, ножки поставь пошире. На выдохе подтягиваешь колено, локоть и колено противоположным сторонам. Выдох и обратно. Выдох и обратно. Давай, поехали. Выдох. Молодец. Добратно. Выдох. Еще одно упражнение на поясницу, которое можно делать дома. Это полумостик. Ручки сделаю вдоль тела. Ноги оставь согнутые в колене. Молодец. На выдохе поднимаешь таз вверх, напигаешь мышцы ягодиц. Этим упражнением мы прорабатываем поясничные и ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедра. Ну и на финал гиперэкстензия. Этим упражнением мы будем накрест поднимать правую руку, левую ногу и наоборот. Будем включать мышцы спины асимметрично. Но эффективнее всего предупредить проблему, а не исправлять ее потом. Я говорю о посадке ребенка за столом. Правильно сидеть вот так. Плечи на одном уровне. Плечи на доле. Локти на столе, как можно ближе подвести. Если есть возможность, если удобный стул, подвинуть его поближе, чтобы была немножко хотя бы какая-то опора на поясницу. И пусть школа приносит знания, а не болезни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, два, три, четыре. Чего, брат, такое? Да старая травма, Серег. Да что? Не дает полноценно тренироваться. Вот турнир сбора на носок. Парной классик среди профессионалов в Испании. Не знаю, как с этим бороться. У меня для тебя есть решение. У меня есть друзья. Они как раз занимаются спортивными травмами. Тебе там помогут. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день, Сергей. Здравствуй, Володь. Рад видеть. Вот смотри, у нас проблема. У парня болит локоть. У него скоро серьёзный решающий турнир. Сергей, да, это наш профиль. Переодеваемся, проходим, будем смотреть. Судя по тому характеристику травм, Александр, да, скорее всего, у тебя идёт эпикандилит, то есть прикрепление сухожилия к мугристости локтевой кости, да, идёт воспалительный процесс. Поэтому нам для того, чтобы снять острый болевой синдром, да, и ускорить процесс выздоровления, да, мы применим в данной ситуации, чтобы не прибегать к каким-то препаратам медицинским, да, фармацевтическим. Мы предлагаем пройти процедуру лазера высокой интенсивности, которая достаточно широко применяется сейчас в спорте высоких достижений. Для того, чтобы провести эту процедуру, мы должны одеть очки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы выбрали программу, у нас появляется специальный луч, да, мы находим место процедуры и начинаем вот такими воздействиями убирать процесс. Сначала у нас идёт обезболивающая фаза с задержкой на 3-4 секунды в месте основного повреждения. Потом у нас наступает беостимулирующая фаза. Луч проникает в ткань достаточно глубоко, до 10 сантиметров, обладает беостимулирующими эффектами на клетку и, соответственно, убирает воспалительный процесс и восстанавливает быстрый процесс регенерации. Применяется очень широко для обезболивания и для восстановления как после операции, так и перед операциями, после получения травм и в восстановительном периоде. Эффект от данного аппарата достаточно хороший, проявляется иногда с самой первой процедуры и продолжительный, как правило, рецидив не возникает. Дополнительно мы можем предложить введение аутоплазмы, обогащённой тромбоцитами, выделенной из крови Александра и введённую непосредственно в место повреждения сухожилия. Соответственно, данная терапия очень широко распространена в спорте высших достижений и называется ТИПИР-ПИ-терапия. Для достижения более быстрого эффекта восстановления после травм нам ещё понадобится аппарат ударно-волновой терапии, который достаточно интенсивно применяется во всех отраслях, особенно в травматологии, ортопедии, для улучшения процесса регенерации ткани. Если Александру понадобится, то мы ему тоже применим. Но наш аппарат оснащён функцией эстетической медицины, в которой мы применяем для предупреждения и для лечения целлюлита, для лечения шрамов и стрий как у женщин, так и у мужчин. Мы выбираем специальную программу эстетика, выбираем целлюлит. В зависимости от того, как девушка привыкает к процедуре, мы можем повышать количество бар, чем мы улучшаем правоснабжение подкожно-жировой клетчатки, повышаем тонус кожи, повышаем тонус подкожно-жировой клетчатки, вследствие чего является предотвращение образования целлюлита, либо его устранение, в зависимости от того количества процедур, которые нам необходимо сделать. Процедура производится раз в 4 дня, курс процедур порядка 10. Эффект наблюдается уже после 3-4 процедур. Ну что, как ощущения? Очень приятно, самое главное – полезно. Я обязательно приду снова. Саш, ну что, как локоть? Серег, как будто ничего не было. Вот смотри, клиника Треактив Мед, партнер не только Федерации бодибилдинга края, но и баскетбольного клуба Парма. С ней работают одни профессионалы. Почему бы тебе не пройти полное обследование, чтобы убедиться, что твое здоровье в полном порядке? Поможем парню? Все, что в наших силах мы сделаем, да, а делаем мы это все профессионально, так что я думаю, что мы справимся с этим вопросом. Смотрите «Железные доводы».